здравствуйте это снова я и по горячим следам я записываю следующее видео в котором я бы хотела рассказать о затесте трех ароматов которые которые я все таки смогла совершить в ноябре и о своих парфюмерных планах на декабрь но как обычно и планах достаточно условных потому что я так предполагаю какие ароматы были бы уместны и интересны мне в декабре но это не значит что я стопроцентно буду придерживаться вот этого вот плана и так давайте приступим значит в ноябре я смогла затестить среди своих новиночек и тех ароматов которые пришли ко мне еще раньше три аромата которые мне были неизвестны и вот вот собственно грета три от ливантика здесь у меня было 5 миллилитров а здесь у меня было по два с половиной миллилитра в общем я их попробовала и давайте выскажу свое мнение все будет достаточно быстро потому что потому что ароматы несложные и у меня вас сложилось достаточно такое понятное для меня мнение значит вот эти два ароматы два аромата принадлежат к марке су и вонг или шу вонг в общем как-то как-то она произносится такая по-моему восточная азиатская как мне кажется это маска по крайней мере по названию очень очень напоминает значит я взяла еще раз повторю до 2 аромата ты от этой марки по два с половиной миллилитра один аромат называется у меня я все подпишу все подпишу один аромат называется мажики другой аромат дублировать название марки так называется су и вонг су и вонг значит что можно сказать по поводу этих ароматов и тот и другой достаточно восточные азиатские вот если будем говорить о востоке то будем говорить именно об азии что я хочу сказать они достаточно легкие они достаточно легкие и тот и другой и я бы назвала их водно цветочными водно цветочными что касается аромат я даже не знаю какой из них не больше понравился на мой взгляд это не самые интересные ароматы не самые яркие не самые красивые для меня они такие вот мне кажется они достаточно банальные они никоим образом меня не зацепили не очень сильно заинтересовали но с другой стороны еще раз повторяю они меня и не отвратили вот опять-таки я бы назвала эти ароматы между собой достаточно похожими и тот и другой они такие цветов цветы цветочные с дополнением вот мазик я бы назвала цветочно-водным мне кажется здесь сильно такая водная составляющая здесь определенные влажные какую-то такое звучание достаточно нежная акварельная легкая приятный аромат не очень стойкий но такой приятненький а вот аромат который суевонг суевонг я бы сказала что здесь меньше влажности я бы сказала что это такой более воздушный аромат то есть цветочно какой-то воздушный аромат какой-то такой не сладкий но вот зефирный такой вот воздушная легкая консистенция сладости здесь отдельно не наблюдается аромат тоже приятный но не стойкий и как мне кажется вот в свои вонг как раз у его на ксуевонга здесь достаточно сильно влияние мускуса потому что вот это вот такая воздушная мускусная нотка которая который еще вот проявляется для меня например вести lauder beautiful вот это вот последний такой цветочный beautiful мне не очень нравится вот это мускусное звучание на какую-то такую пронзительное вот она здесь отметилась правда но не такой пронзительный но на мой взгляд она заметная еще раз повторю аромат неплохой но как мне кажется невеликий шедевр не супер интересный не цепляющий такой нормальный вот и третий аромат который я все-таки попробовала это аромат от марки малинар аромат от марки малинар это аромат называется секрет цикра секрет цикра этот аромат мне не понравился почему потому что звучание у него включает в себя слишком много сладости я в какой-то момент стала достаточно лояльно относиться к сладким ароматом гурманским ароматом был период в моей жизни когда я вообще не признавала вот в своей коллекции у меня коллекции туда не было не признавала вот подобные ароматы я не понимала что это за духи вот почему они там пахнут шоколадом там это 5 10 но как говорится все меняется моя коллекция расширялась мой парфюмерный опыт тоже как-то вот увеличивался мне сейчас нравится некоторые гурманский аромат и шоколады мы с ванилью все все замечательно но этот аромат не входит в количество почему потому что здесь на мой взгляд слишком много примите примитивной сиропной сладости вот тут понимаете сладость она бывает разное здесь вот именно сиропная пронзительная такая навязчивая вот это сербящая нота вот сейчас 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 будет тебе кариес не могу не могу вот такая сладость прямолинейная простая сиропная давящая свербящая меня не впечатляет не вдохновляет и не радует никоим образом в общем в данный момент малинар секрет сукор мне не понравился добрызгую я его на себя до добрызгую потому что ну прям уж резкого отвращения не вызвал не в восторге как-нибудь да использую наверное либо отставлю до дальнего года какого-то момента в общем аромат не впечатлил и отобрала я все-таки несколько ароматов которыми хотела бы пользоваться именно в декабре давайте я наверное их вам сейчас просто продемонстрирую дабы видео не было слишком затянуто некоторые ароматы у меня уже были в использовании например в прошлой зимой некоторые ароматы приобретены вот весной летом так что они еще не были мне в использовании такие вот в серьезном использовании вот я думаю что декабрем конечно времени ограничиться я думаю что эти же ароматы можно будет использовать и далее в январе и вообще в холодный период и так давайте начнем с моего любимчика с моего обожаемого просто вот вот поэма аромат который я люблю аромат который я аромат наверное который лежит в основе моей коллекции это был один из первых ароматов который я приобрела это у меня уже второй флакончик у меня сначала была тридцаточка теперь вот у меня пятидесяточка меня вот каждый раз когда я его достаю я восхищаюсь вот этим замечательным чудесным прекрасным цветочно-медовым плотным манящим каким-то таким звучанием которое который присуще данному аромату не знаю люблю обожаю вот готова носить готова носить только его но понимаю что надо пользоваться остальные ароматы иначе для чего их покупала следующий аромат который я достала чтобы использовать это вот известный многим аромат кашмир от марки шопар у меня 30 или 50 миллилитров 50 меня 50 миллилитров вот использовала я его уже использовала прошлой зимой и позапрошлой тоже замечательная такая пряно-пыльноватый ваниль аромат как мне кажется не самый стойкий по крайней мере вот нам не он держится часов в шесть часов шесть на мой взгляд это не очень стойкий арамат потому что вот то стойкий например я считаю часов от десяти вот но я его очень люблю мне очень нравится вот эта пряно-пыльноватый такая с намеком на леденцы ваниль вот четких леденцов я тут барбариса где шизак не ощущаю для меня это пряно-пыльноватый чуть леденцова его никто не как на леденцы мне очень нравится этот аромат я его люблю ему периодически ношу с удовольствием и мне он нравится именно в прохладное время года следующий аромат который я покупала как раз совсем недавно это аромат в тестерном таком варианте это сальваторе феррагам это с концу и это меня сейчас я достану покажу вот golden акации golden акации я его купила весной я его по-хорошему это не носила это такое достаточно терпкие достаточно насыщенный аромат он вот летом у меня постоял из крышечки я ощущаю такое терпко пряно-древесно с чем-то звучание я вот но ты сейчас не открывала но по крайней мере мне нравится но такое интересное но нетривиальное она заметная она вот по крайней мере для меня она интересно и мне хочется сейчас поносить вот эту вот золотую акацию из тосканской коллекции я думаю что это будет достаточно уместно так следующий аромат который я достал я не уверена в том что я сделала правильный выбор но по крайней мере я попытаюсь попытаюсь поносить это ароматы эти ароматы я говорю об ароматах от марки роберто кавали вот это вот коллекции один аромат называется амбер но в принципе в нотах здесь не заявлено амбра вот такой очень красивый флакон это у нас парфюм амбер у меня 50 миллилитров дал здесь мне 50 миллилитров коробочка флоренс амбер это в первую очередь цветочный аромат как я понимаю да мне кажется это в первую очередь цветочный аромат и он он вроде бы не такой густой и плотный не такой насыщенный и медовый как поэма я попробую его поносить еще раз повторю я не убеждена в правильности вот своего выбора но мне хочется хочется попробовать его сейчас и следующий аромат это тоже роберто кавалли это та же коллекция аромат флоренция florence florence здесь у меня уже 30 . и вот такой вот флакончика который оформлен в том же стиле вот такой вот красивенький опять таки и вот для меня летом я его пробовал это тоже был такой достаточно цветочный аромат опять-таки не уверена в правильности своего выбора попробую посмотрю что из этого получится далее но еще несколько ароматов а конкретно раз два три четыре которые я достала и думаю что это будет неплохо значит во первых вот этот аромат опять-таки который я видела у нескольких блогеров и который меня заинтересовал он тоже был куплен где-то в конце весны это аромат от марки перри эллис это его такая бутиковая коллекция и и это аромат уд сафрон роз абсолю уд сафрон роз абсолю я покупала на натина опять-таки покупал уже в конце весны мне казалось что это не не тот аромат который будет уместно смотреться весной и летом тем более мне хотелось дать аромату время постоять прийти в себя и все такое вот такой вот красивый флакон темного стекла прозрачная вот потому что я вот смотрю сквозь него и я вижу вот себя и общем все такой вот металлической нашлепкой крышечка в общем такой красивенький флакончик и это достаточно насыщенный аромат как я понимаю вот я помню что я его попробовала и он 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 тяжеловатый он насыщенный он удоват такой по моему пряный мне кажется он должен идти как раз таки хорошо на на холодной погоды что касается разоявленной розы я ее здесь очень очень явно ты не учуяла когда проводил такие первичные за тесты и еще несколько ароматов которые мне хотелось попробовать во первых значит стоялся у меня наконец то есть звучал по-человечески так более-менее аромат от марки arni pratt это один из наших русских ароматов его выпустила марка arni pratt по моему она занимается выпуском там рюкзачков кошельков что-то такого в общем очень недорогой аромат я от него узнала я о нем узнала ты елена четоки она его хвалила я его тоже приобрела в наш мне заинтересовало этот аромат а мне мне хочется попробовать русскую парфюмерию мне приятно найти что-нибудь интересное вот именно у нас среди наших марок вот я его приобрела и он у меня какое-то время отстаивался потому что пришел он такой вы знаете как афоничный как афоничный вот сейчас я чувствую что этот аромат мне кажется отстоялся и вот его звучание его звучание сейчас меня сильно заинтересовало потому что я я вот в данный момент ощущаю там сухофрукты специи и какую-то более интересную такую более глубокую тяжелую какую-то вот неявную древесину но вот фрукты сухофрукты какие-то вот такие не водные а такие достаточно плотные что-то специевая может быть ваниль и здесь немножко вот это вот на 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 первый взгляд звучание интересное звучание интересное сейчас такой стоявшийся и мне хочется его попробовать как раз таки мне кажется вот для таких ароматов время сейчас достаточно подходящее далее вот это моя прелесть который мне очень понравилось это аромат от марки пенхалигонс пенхалигонс и это карнубия знаменитая карнубия я как-то мало видела ее на ютубе это медово-цветочно-восково какой-то вот такой вот с амбровое звучание такое нетривиальное не компотные и не удовое в общем что-то такое что-то такое интересное мне очень понравился этот аромат когда он только пришел когда его попробовал но точнее конечно как обычно дала ему время отстояться но вот это вот цветочно-медово-восково амбровое какое-то звучание насколько я помню мне понравилось не очень понравилось но я любительница меда воска и вот всего что с ним связано общем я я думаю что сейчас это должно звучать и последнее что я достала это моя прелесть моя любовь это это вообще-то отливант это отливант но это аромат от марки пантеон рома и это ароматы dolce passion dolce passion это такой шикарный трюфель и шоколад это вот такой гурманский насыщенный пряный густой завораживающий трюфельно-шоколадный аромат такой с какой-то еще алкогольной составляющей я вот когда его только попробовала я в него влюбилась просто мне очень хочется флакон и побольше мне кажется я бы им пользовалась бы наверное месяц не вылезала бы из него я приобрела еще маленький отливантик в 15 миллилитров в общем сейчас у меня 35 миллилитров этого аромата я думаю ну пока наверное мне хватит но все равно мне хочется флакон потому что меня этот аромат просто будоражит вот какие-то вот какие-то глубинные слои сознания просто завораживает и я готова вдыхать и вдыхать и вдыхать и вдыхать и вот я вот как этот руки сыр патион не знаю мне очень нравится я я летом перетерпела я его не пользовала мне кажется в лето он не очень хорошо заходит но зимой вот это вот ликерно-трюфельно-шоколадная составляющая по моему она будет просто замечательно смотреться в общем это те ароматы которые я тогда стала предварительно для себя который я для себя наметила на декабре я посмотрю как у меня получится какое будет настроение какие будут желания вот собственно я рассказала все что хотела и показала все что хотела я благодарна вам за просмотр если вам понравилось ставьте лайк если хотите подписывайтесь пожалуйста на канал мне это конечно очень приятно вот на сейчас я с вами прощаюсь всего хорошего и до свидания